всем здравствуйте сегодняшний видео урок посвящен изготовлению инструмента для разгонки с этими разгонками можно делать валюты которые показывал на уроке один из первых уроков как делается такая валюта ну как бы на самом деле такие разгонки можно применять много где то есть не только для изготовления валют ну и можно в других местах применять то есть покажу как бы со временем как бы будут изделия какие-то будут какие-то моменты и я буду демонстрировать что можно делать то есть вот сейчас как бы показываю длину примерно этих разгонок то есть вот которая подвижше 6 сантиметров покороче 5 сантиметров то есть когда делал 2 сантиметра то есть особая роль важная там не играет где-то как бы угодно так где-то угодно так то что надо пробовать делать и тогда для себя уже определить что вам и как угодно то есть то есть на самом деле вот инструмент кузнечный да вот эти все обжимки какие-то разгонки какие-то донесения фактур какие-то моменты то есть это все на самом деле вот как вот взять допустим художники рисуют картины у них есть множество кистей на самом деле у художников там не две-три кисточки да и там кисточек может быть там 50 штук и больше как бы то есть тут уже зависит от художника и точно так же у кузнецов то есть есть инструмент то есть это как бы своего рода кисти которые мы наносим именно ту фактуру как бы как угодно так же как бы то есть у них мастихины там где там создают какой-то рельеф также и у нас то есть инструмент не дает гарантии что вы сделаете шедевр но даст вам намного больше возможностей создать его то есть хотя бы попытаться то есть иметь больше инструмента это как бы хуже от этого не может быть то есть вот видите как бы инструмент не хитрый все просто как бы один как бы нож острый другой более тупой то есть на видео все видно вот сейчас как бы я вырезал тот часть урока как бы как это делается вот на молоте на чтобы сразу посмотреть и что-то более детально рассказать то есть как бы поначалу не торопитесь то есть наносите удар по одному удару то есть поставили обжимку ударили один раз продвинули ударили все как бы по одному разу то есть иначе у вас как бы будет соскальзывать боек боек и сама обжимку будет подпрыгивать сама обжимка будет всегда как бы выпрыгивать норовить выпрыгнуть из этой канавы из этой просечки и ударить по самому бойку так что как бы я бы вам посоветовал то есть когда вы будете пробовать делать вот такие такую разгонку одевайте на молот насадку вот на на боек какой-то чтобы не вредить бойку чтобы на нем не оставались следы если соскочит вдруг у вас это разгонка и ударит по бойку как бы инструмент можно всегда поправить то есть там ничего страшного если он подтупится подточили его немного пару движений болгарка и он у вас в прежнем состоянии а вот боек как бы надо беречь то что как бы поначалу не спешите сразу не будет получаться это вот такой довольно таки сложный как бы элемент такой как бы для новичка будет то есть ему надо приловчиться то есть не так все просто как кажется со стороны есть свои какие-то особенности на которые надо уделять внимание то есть инструмент как бы как я уже говорил то есть простой то есть на видео все хорошо видно то есть разгонка которая пошире в начале она как бы залужается в конце она расширяется то есть как бы понятно для чего сначала проходимся острый намечаем как бы канаву а потом уже как бы где надо разгоняем более широкой разгонкой придавая вот такой красивый симпатичный момент то есть смотрится это очень здорово довольно таки необычно как бы уже все это вокруг вот эта вот фигня вот эта вся которая вот эти всякие станочные фигучные вот это все как бы вот эти вот валюты на них уже смотреть как бы на самом деле то что если вы будете делать такие элементы вы очень быстро привлекете внимание как бы свои манеры исполнения то есть это уже видно что это изящные изделия уже как бы очень редко это встречается допустим во многих городах вообще не встретить это как бы то есть для вас это будет таким таким очень положительным моментом фотографии вот инструмента и вот этой валюты уже инструменту приварены ручки сейчас покажут ее фото будет без ручек то есть все просто пробуйте делайте и все у вас получится как говорится все всего доброго счастливо так